По уже сложившейся традиции, перед началом пленарного заседания была организована выставка изобретений и работ образовательных учреждений. Разработчики представили ряд инновационных проектов в сфере цифровизации. Множество позволит значительно облегчить учебный процесс и сделать его более интересным. Одним из таких проектов является виртуальная лаборатория для изучения физики и химии. Методология разработана по новой обновленной программе. На данном этапе мы внедрили ее здесь, в городе Ахтюбе, в 63-й школе. Также внедряется в школу города Нур-Султан, Альтрау, также Актау. Этот проект разрабатывали полтора года. Аналога такого программы в Казахстане нету, мы первые разработчики. Аналоги такой программы есть в США, также в России. Проект очень перспективный, это инновация в сфере образования. Недавно на августовской конференции в Нур-Султане презентовали министерство. Всем им понравилось, в будущем планируем внедрить во всех школах Казахстана. Сейчас у нас готово по направлениям физики и также химии, но в будущем планируем разработать географию, также биологию. А в ходе пленарного заседания обсудили основные вопросы обновления содержания системы образования, в частности внедрения различных проектов и новых методик. Кроме того, были подведены итоги работы в сфере образования по итогам прошлого учебного года. В 2018-2019 учебного года были показаны высокие результаты в сфере образования. По итогам ЕНТ процент качества знаний превысил 50%. Успеваемость учеников составила почти 100%. 990 школьников получили гранты. Этот показатель выше по сравнению с позапрошлым учебным годом. Особо в опросе получения грантов отличились ученики городских школ номер 51, 21, 32, 17 и 36. Специалисты международных образовательных центров разъяснили направления, которые помогают развитию творческих и интеллектуальных способностей и усовершенствованию систем преподавания и методологии. Мы занимаемся лоббированием интересов педагогов на территории Казахстана. Также проводим международные конкурсы, конференции, которые проводятся в Республике Польша, Нидерланды, Германии, Российская Федерация. Каждый ежегодно в нашей конференции проходит в городе Санкт-Петербург, Варшава, Амстердам. Наша академия занимается более просвещенческой деятельностью на территории Казахстана, чтобы наша молодежь была такой же крепкой, уверенной, как и в начале 20 века, когда казахская интеллигенция была на пике своего развития. И наша цель – это восстановить то народное интеллектуальное ядро, чтобы быть большой опорой нашего народа, защитой. Также в ходе конференции чествовали отличившиеся педагогов медалями, благодарственными письмами и ценными подарками. Я очень рада, что оценили мой скромный труд педагога. Я считаю, что эта награда не только моя, это награда моего любимого коллектива, в котором я работаю 24 года. Сегодня в образовании идет внедрение обновленного содержания образования, где мы даем возможность каждому ребенку раскрыться. На уроках учащиеся проводят исследовательскую, проектную деятельность, что влияет на пополнение багажа знания учащегося. Отметим, накануне пленарного заседания на базе школ номер 51 и 56 образовательного центра Акбобек на школьных организациях ЕРТОСТИК и НУРСАД было проведено 48 секционных заседаний, в которых участвовали педагоги. Заседания были проведены в формате диалоговых площадок, методических гостиной и трибуны, мастер-классов, круглых столов и теологической панорамы. Педагоги рассказали о проблемах и перспективах обновленного содержания образования. Николай Сырбов, Аманжелой Тмагомбетов, Телеканал Актубе.